Всех благ и пусть будет мир. Перспективы, как будут развиваться отношения Армении с Азербайджаном? Я думаю, что в некотором смысле политика Азербайджана является зеркальным отражением политики России. Почему я так думаю? Потому что в последнее время некоторые говорящие головы российские дошли до того, что стали требовать Калифорнию, Аляску и так далее. То есть вы знаете, страна, которая является собой такой ярко выраженный авторитарный режим, страна, где голос общества ни во что не ставят, страна, где власть либо вообще не меняется, как это в России уже 25-й год пошел, либо меняется по наследству, как это в Азербайджане, а ей ничего не остается иного, как предъявлять новые претензии, как заниматься всякого рода провокациями, распространять всякие фейки, ну и прочее, и прочее. Это, так сказать, инструменты политики, которые давно уже стали очевидны для европейцев. Ведь не случайно та же самая Россия практически давно уже вышвырнута, чуть ли не из всех, значит, организаций европейских. А что касается Азербайджана, к нему тоже отношение становится все более прохладным. Это, мягко говоря, прохладным. Люди стали понимать, то есть стали видеть очевидное. Хотя я всегда удивлялся тому, что демократическая Европа, вот эта самая демократичность Европы, она отражается на ее таком своеобразном литургическом сне. Пока они проснутся, пока они очухаются, пока они широко раскроют глаза, проходит довольно много времени. Ну и, наконец, наступает тот момент, когда, очевидно, уже невозможно отрицать. Вот то же самое происходит, я думаю, и с Азербайджаном. То, что Азербайджан всегда занимался подкупом, всегда пытался купить каких-то европейских политиков, чтобы добиваться выгодных для себя решений на европейских площадках, это уже история, которая имеет многолетнюю, так сказать, продолжительность. То есть там икра, балык, осетрина, деньги и так далее. Денег у них навалом, потому что нефть, потому что газ, это понятно. Деньги эти зарабатываются не трудом, просто это подарок природы. Поэтому им не жалко тратить деньги, равно как и не жалко тратить деньги на пропаганду, в первую очередь антиармянскую, совершенно циничную, совершенно не имеющую под собой никаких оснований абсолютно. Ну и все это уже становится очевидным для людей. В основном в европейских структурах работают люди умные, образованные, далеко видящие, так что тут ничего удивительного я не вижу. И то, что Азербайджан постепенно теряет вес, это тоже вполне очевидно, и мы это приветствуем. Так и должно быть. Вы знаете, что шило в мешке не утаишь. Это очень мудрая русская пословица, потому что шило имеет привычку прокалывать мешок, и оттуда видно уже, что это на самом деле шило. Вот точно так же и азербайджанское шило, ни в каком пропагандистском мешке не утаишь. Я думаю, что подобных аналогий можно привести огромное количество. Но если вас удовлетворил мой ответ на ваш первый вопрос... Нет, вопрос, зашли ли в тупик процесс нормализации, если так можно сказать. Армяно-азербайджанские вы имеете в виду? Да, я думаю, что они... Или нет, процесс в процессе. Я думаю, что они априори не могли не зайти в тупик. И прежде всего, тут первопричина, я вижу, в том, что наша политика, армянская политика, она абсолютно беззубая. Абсолютно беззубая. Она не основана на фактах, она не основана на признанных международным сообществом документах. Она какая-то пугливая, трусливая, половинчатая. Я, откровенно говоря, удивляюсь, что наше общество до сих пор не понимает, с какой властью имеет дело. То есть, под какой властью оно находится. А эта власть последовательно ведет нашу страну в тупик, если не сказать больше. Потому что, если логически выстраивать цепочку перспектив, которые нас ожидают на фоне проводимой политики, то мы увидим, что конечная точка будет называться тупик. Абсолютный тупик. Может быть, и не безвыходный, но все-таки тупик. Но я полон оптимизма, потому что я, как и всегда утверждал, сейчас очень многие факторы международной политики, я имею в виду глобальную политику, зависят от исхода российско-украинской войны. И не только российско-украинской. Мы с вами были свидетелями того, как Россия инициировала очередную войну на Ближнем Востоке. Очередную провокацию устроили в адрес Израиля. Потом к этой провокации присоединилась Хезболла, которая находится под явным влиянием Ирана. Потом еще прибавились йеменские хузиты, которые не дают возможности кораблям проходить через Красное море, ну и так далее. То есть, вы знаете, вот чем больше вода мутится, тем таким государством, как Россия, Иран, КНДР, и в какой-то степени Китай, тем это для них и выгоднее. Потому что они привыкли ловить рыбу в мутной воде. И, так сказать, часто именно эта рыба их и кормит на международных площадках. Но всему, как известно, наступает конец. И мы видим, что этот конец все более быстрыми темпами приближается. Потому что все эти провокации, все эти надуманные факты и обстоятельства, которые якобы предшествуют возникновению того или иного конфликта, они под собой не имеют никакой логической основы, а тем более фактической. Не имеют абсолютно. Ну вот, собственно, так и движется история, историческая логика. Она имеет определенный свой путь, и с этого пути ее невозможно сбить никак. Последнее время мы... Вот буквально вчера, позавчера выяснилось, что Индия, довольно весомый участник международной политики, постепенно стала отворачиваться от России. Недавно там состоялся праздник, День независимости Индии, на который обычно приглашают высоких зарубежных гостей. В этот раз там не было никого из России, но зато там был президент Макрон. И, значит, французские военно-воздушные силы участвовали в параде, который по этому случаю был в Ню-Дели. То есть это все, вы знаете, значимые факты, весьма значимые. Индия уже постепенно намекает на то, что она, как и Европа, как и, впрочем, весь цивилизованный мир, постепенно будет идти в направлении отказа от энергоносителей российских. То есть тут вообще коллапс ожидается. Она и так, если и покупает что-то там, нефть или газ, она покупает исключительно за рупий, потому что в случае, если она будет покупать за доллары, она окажется под санкциями Соединенных Штатов, а это, абсолютно такая перспектива, не улыбается. Ну, то есть, вы знаете, вот говоря, опять же, языком пословиц, куда ни кинь всюду клин. Как Россия не пытается барахтаться, выпутаться из-под оков вот этих вот огромного множества санкций на нее наложенных, ничего из этого не получается. То есть, мы видим, что великая сверхдержава, ядерная сверхдержава, которая всякий раз надувает щеки, пытаясь показать свое величие, на самом деле показывает миру, что она являет собой просто безмерно раздутый мыльный пузырь, который вот-вот уже лопнет. Ну, и вот на этом фоне, я думаю, что наши перспективы выглядят не очень плохо. Не очень плохо. Единственное, что меня смущает, то, что уже вот скоро будет шесть лет, как у власти находятся так называемые вот эти бархатные революционеры, шесть лет это немалый срок для такой небольшой страны, как Армения. За шесть лет можно было горы свернуть, просто горы свернуть. И далеко за примерами ходить не надо. Рядом с нами Грузия, где Михаил Саакашвили за кратчайшие сроки просто перевернул все с головы на ноги. Поставил страну на путь демократического развития, на путь прогресса. Практически вырвал все корни, почти все корни коррупции. Ну, хорошо, зачем далеко ходить за примерами? Вот же наши соседи, посмотрите, как они с этим справлялись. Правда, потом Иванишвили попытался все это затормозить, но самое главное, в мозгах людей, в сознании людей уже крепко запечатлелась значит, необходимость перспективы прогресса, развития и отхода дальнейшего, все более ясного и ощутимого отхода от России. У нас мы это не видим, не чувствуем. Я уже много раз говорил вам, мы с вами ведь сколько ни встречаемся, я все время эту мысль высказываю. Вот представьте себе, в 2018 год приходит к власти Никол Пашинян и не успевает он, значит, удобно устроиться в премьерском кресле, как сразу же приезжают из Соединенных Штатов два очень высокопоставленных чиновника, очень. Сначала это Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, правая рука, как говорили тогдашнего президента Трампа, потом приезжает Джон Болтон, советник по национальной безопасности, то есть такие фигуры, во-первых, приезжают они не с пустыми карманами и не просто так, чтобы полюбоваться, значит, видами на гору Арарат или там попробовать армянского кебаба и шашлыка, они приехали не с пустыми руками, они приехали с конкретными предложениями, которые просто необходимо было принять, необходимо было. Вы представьте, как далеко бы мы зашли, прошли бы по пути прогресса, если бы предложения американцев тогда, шесть лет назад, были бы приняты, и насколько далеко мы бы отошли от уже, можно сказать, тонущей России, которая превратилась в ядовитое, гнойное, фашистское государство. Все эти эпитеты, которые я сейчас вот произнес, они уже довольно довольно понятно воспринимаются со всего мира. Все уже признают, что Россия это террористическое государство, что ее руководитель Владимир Путин это преступник, это военный преступник, это опасный преступник, с которым никаких переговоров никто вести не собирается. То есть, я хочу сказать, что мы просто потеряли время, потеряли время, и мы не только время потеряли, мы потеряли Арцах, мы потеряли Арцах, это самая большая потеря вот за этот шестилетний период власти так называемых революционеров Никола Пашиняна. Это непростительно, это непростительно, за это надо отвечать, и я думаю, что за это будут отвечать, и недалек тот день, когда их призовут к ответу. И вообще, вы знаете, вот очень часто мы на общественных площадках, и в личных встречах, конечно, будучи заинтересованными в состоянии нашей страны и в возможных перспективах, мы говорим о том, а что, а что, собственно, надо делать, как надо вытаскивать страну из этого болота, что, прежде всего, необходимо сделать. А я всегда утверждал, я всегда говорил, и сейчас скажу, нашей стране, если ее воспринимать как некий механизм, как некий агрегат, необходим полный кардинальный капитальный ремонт. Потому что без этого ремонта этот агрегат не работает, а наоборот, он продолжает рушиться, он продолжает ржаветь, гнить и распадаться. Вот этого допустить нельзя. Поэтому, прежде всего, как только произойдет смена власти, а она произойдет очень скоро, я всегда говорил, и буду продолжать утверждать это, примерно через пару-тройку дней после того, как закончится русско-украинская война. Конечно, победой, сокрушительной победой Украины и цивилизованного мира. Вот тогда и кончится праздник вот здесь, вот этих вот недорослей. господин Вартанян, премьер-министр Армении заявил, что Армении нужна новая конституция. Это рассматривается в том же контексте новых требований Азербайджана, это по требованию Азербайджана он сделал такой, пришел к этому выводу, что Армении нужна новая конституция. Вы знаете, я не склонен думать, что это там чье-то требование или отсутствие таких требований. Я только хочу обратить внимание уважаемого или не очень уважаемого премьер-министра на то обстоятельство, что конституция страны это не Тришкин кафтан. Это не Тришкин кафтан. Американцы подчиняются, склоняются перед своей конституцией уже не одну сотню лет. Они только вносят некие поправки, необходимые, так сказать, с течением исторического процесса. А в таких странах, как Армения, которую мы получили в наследство от Советского Союза, и которую первый президент, как вы помните, объявил правоприемницей Советской Армении, ну, в таких странах с Конституцией делают все, что угодно. Вот посмотрите на Россию. Что сделал с Российской Конституцией Владимир Путин? Он ее не просто изнасиловал, он ее изуродовал до неузнаваемости. До неузнаваемости. Сейчас он уже выдвигается в пятый раз, хотя практически в шестой, потому что тот срок, который, во время которого его кресло грел этот Медведев, я считаю, что тоже сроком Владимира Путина. Ну, весь мир уже смеется над этим, понимаете? Уже парламентская ассамблея Совета Европы заранее объявила о том, что вне зависимости от хода предвыборной кампании и вне зависимости от итогов этой кампании президентской в России, она объявляет Владимира Путина нелегитимным президентом. Ну, мы что же, мы должны брать пример, дурной пример должны брать, зачем сейчас менять Конституцию, что это даст? Что это даст? Что в лоб, что по лбу? Дело не в Конституции. Можно сваливать свои неудачи, что на Конституцию, что на Азербайджан, что еще на какую-то горькую армянскую судьбу. Какие угодно причины можно приводить, но прежде всего нужно обратиться на самих себя, посмотреть на себя в зеркало и честно ответить на вопрос, а кто мы такие, что мы сделали, вот за шесть лет, что мы сделали? А я повторяю, за шесть лет можно было сделать очень много, очень много. Вы такой философский вопрос поставили, кто мы такие? Вы почему-то обозначили всего шесть лет, а если не шесть лет? Я имею ввиду представителей власти, когда я говорю, кто мы такие, а не всех нас армян. Кстати, это тоже вопрос непраздный, потому что для того, чтобы знать, кто мы такие, мы должны как можно лучше знать свою историю. А с историей у нас тоже, видите, получается, очень странная ситуация. Что именно? Я был удивлен, когда несколько дней назад услышал из уст премьер-министра предложение о том, чтобы, значит, школьные учебники переформировать, перезаглавить, то есть, историю преподносить не как хайотс-патмутюн, то есть, история армянского народа в переводе, в вольном переводе на русский язык, а как историю Армении. это существенная разница, существенная разница. История Армении ограничивается, ну, шестью, семью веками, возможно, если по кусочкам сложить те периоды, когда Армения имела сколько-нибудь независимое государство, сколько-нибудь заметный суверенитет и так далее. А история армянского народа насчитывает более пяти тысяч лет. Это же разные вещи. Как мы можем забыть о том или заставить наше подрастающее поколение забыть о том, с чего началась наша история. Забыть Гайка наапета, забыть Грихора нарекации, забыть выдающихся Нерцесса шнурали, Давида ангахта. Это ученые. Вообще все забыть. Моя претензия заключается в том, что меняя так сказать меняя наименование предмета истории, на самом деле мы лишаем наше подрастающее поколение возможности знать истинную историю своего народа, знать откуда мы происходим, знать какой мы прошли путь, знать какие были жертвы, знать сколько усилий требовалось для того, чтобы нам сохранить свою письменную, свою литературу, свой язык. Удивительный язык, между прочим. Настолько удивительный, что выдающийся английский поэт Джордж Байрон был настолько увлечен мелодией армянского языка, что не поленился его изучить. Это язык, который единственный на древе языковом единственный имеет свою ветку, никого рядом с нами нет. Это все должны знать наши дети, наши внуки, которые сегодня учатся в школе. А если заменить вот этот самый предмет, который очень красиво по-армянски называется хайотс-патмутсен, заменить на историю Армении, получается какой-то пшик. Вы понимаете, может быть это кому-то покажется незначительным обстоятельством, но из всех, из множества таких незначительных обстоятельств складывается огромный ком, огромный ком, который мы завтра, послезавтра у нас потребуется много усилий, чтобы этот ком проглотить. Понимаете? Вот после этой власти, которая скоро исполняется 6 лет, очень многое придется ремонтировать. Я не случайно сказал о том, что Армении необходим капитальный ремонт, полный капитальный, кардинальный капитальный ремонт. И этим ремонтом уже займутся другие люди. Этим ремонтом кто надо, тот и займется. Спасибо. Вернемся к самому исходному вопросу развития ситуации в армяно-азербайджанских отношениях. Отчего, по-вашему, зависит сама нормализация отношения армяно-азербайджанских. Вообще вы верите в то, что эти отношения могут действительно считаться после чего-то, после каких-то взаимных уступок или какой-то договоренности взаимных, они нормализуются? Или нет? Вы знаете, я верю в здравомыслие, я верю в победу здравомыслия и в неостановимость исторической логики. То, что происходит сейчас в рамках того, что вы называете армяно-азербайджанскими отношениями, это временный казус. Это временный казус, это временный такой болезненный переход к тому, за что возьмется в Армении новая власть. Понимаете, мы слишком много потеряли, я имею в виду не только территории, я имею в виду достоинства прежде всего. Но я думаю, что нам это удастся сделать, потому что в конце концов не надо забывать о том, что здесь у нас на нашей родине нас всего четверть от всей нации, а три четверти далеко за пределами раскинуты по всему миру. Я думаю, что из этих трех четвертей нетрудно будет набрать пару-тройку сотен людей, способных профессионально способных создать команду, которая поведет страну в нужном направлении, в нужном, в направлении прогресса, в направлении здравомыслия, в направлении излечивания той болезни, которая называется потеря в собственных глазах собственного авторитета. Теперь мы должны сделать все возможное для того, чтобы возродить свою национальную гордость, свое достоинство и выложить на стол все то необходимое, что давным-давно принято всеми возможными правовыми инстанциями международного сообщества. Надо в конце концов это сделать. Кто-то же должен это сделать. И я думаю, что вот следующая власть, которая будет после провала путинизма, после решительного и окончательного бесповоротного отхода Армении от распадающейся России, загнивающей России, вот тогда мы сможем добиться того, чего я считаю необходимым для нас, для обеспечения наших перспектив, наших детей. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Вы слушали Аркадия Вартаньяна, доктора политологии, публициста, политического аналитика. Беседу Вилагайна Ракелян. Всех благ. Продолжение следует...